Здравствуйте, меня зовут Наталья Витальевна, я приглашаю вас на урок математики. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Что это за число написано? Это расстояние от Солнца до Земли, выраженное в метрах. Сможете ли вы быстро и правильно прочитать это многозначное число? Получилось? Если не получилось, наш сегодняшний урок поможет вам в этом. Тема нашего сегодняшнего урока – нумерация многозначных чисел. Сегодня на уроке мы научимся читать, записывать и сравнивать числа, которые больше одной тысячи. А поможет нам в этом таблица разрядов и классов. Посмотрите, пожалуйста, на нее. Давайте ее рассмотрим. Первый класс – это класс единиц. Он состоит из трех разрядов. Единицы, десятки, сотни. Это известное вам трехзначное число. Второй класс – это класс тысяч. Он состоит из трех разрядов. Единицы тысяч, десятки тысяч и сотни тысяч. Третий класс – это класс миллионов. И он тоже состоит из трех разрядов. Единицы миллионов, десятки миллионов, сотни миллионов. Как вы видите в таблице, каждый разряд имеет свою нумерацию. И начинается с первой. Первый разряд единицы, второй разряд десятки и так далее. Класс тысяч, с которым мы начинаем знакомиться, начинается с единиц тысяч. Тысячи считают точно так же, как и обычные числа. Одна тысяча, две тысячи, три тысячи и так далее. Десять тысяч, двенадцать тысяч, тринадцать тысяч и так далее. Сто тысяч, двести тысяч, триста тысяч, триста одна тысяча, триста две тысячи, триста три тысячи. Десять тысяч составляют один десяток тысяч. Посмотрите на это пятизначное число. Оно занимает пять разрядов. Десять десятков тысяч – это, ребята, одна сотня тысяч, или число сто тысяч, занимает шесть мест в нашей таблице разрядов и классов. Десять сотен тысяч – это одна тысяча тысяч, или один миллион. Миллион – это единицы уже третьего класса, класса миллионов. Это перед нами семизначное число. Десять сотен миллионов – это одна тысяча миллионов, или число один миллиард. Записывается единица, и после нее все разряды. Перед нами десятизначное число. Один миллиард, так, извините, сто миллиардов, извините, да, есть числа пятого класса, шестого, седьмого класса. Они все состоят из единиц, десятков и сотен. То есть каждый класс состоит из трех разрядов. Мы с вами с такими многозначными числами в начальной школе не работаем, но в старших классах вы будете с ними знакомиться. Давайте посмотрим и поучимся читать числа, начиная с единицы. Обратимся к доске. Один, десять, сто. Смотрите. Одна тысяча, десять тысяч, сто тысяч, один миллион, десять миллионов, сто миллионов и один миллиард. Как же прочитать это многозначное число? Нужно действовать по определенному алгоритму. Что же это за алгоритм? Разбивают число на классы, отсчитывая справа по три знака. Посмотрите. Три цифры класс единиц, три цифры класс тысяч, три цифры класс миллионов и еще три цифры класс миллиардов. Отсчитали. А теперь читаем число, начиная с единиц высшего разряда. Сто сорок девять миллиардов пятьсот девяносто семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч семьсот. Последний класс, класс единиц не называют. Надеюсь, понятно? Давайте посмотрим на следующее число. Ученик записал пятнадцатизначное число, но не смог его, к сожалению, прочитать. Давайте поможем ему. Работаем по алгоритму. Отсчитываем справа по три цифры, называя каждый класс. Класс единиц, класс тысяч, класс миллионов, класс миллиардов. И следующие три цифры, перед нами класс триллионов. Читаем число, начиная с единиц высшего разряда. Итак, в этом числе сто двадцать три триллиона четыреста пятьдесят шесть миллиардов семьсот восемьдесят девять миллионов двенадцать тысяч триста сорок пять. Надеюсь, вы сможете прочитать любое многозначное число. Но в этом нужно тренироваться. А как же мы сможем записать любое многозначное число? Опираясь на таблицу разрядов и классов. Чтобы записать число, начинают с единиц высшего класса. Для этого определяют, сколько единиц высшего разряда, приписывают к ним единицы следующих классов и разрядов. Например, давайте потренируемся на числе двести три тысячи пятьсот двенадцать. Определяем, какой здесь класс самый высший. Это класс тысяч. Значит, сколько здесь единиц высшего второго класса? Двести три. Сколько единиц следующего за ним, первого класса? Здесь пятьсот двенадцать. Значит, число мы запишем так. Двести три тысячи пятьсот двенадцать. Предлагаю вам потренироваться. Нам надо записать число сто тридцать две тысячи. Определяем, какой класс здесь самый высший. Это класс тысяч. Значит, записываем сто тридцать два. Нам надо дописать еще единицы первого класса. Их всего три. Посмотрите, я поставила три точки. Вы тоже можете это сделать. Так как в классе единиц три разряда. Сто тридцать две тысячи. Что же нужно еще дописать? Нужно дописать еще три нуля, потому что единицы в этом классе отсутствуют. А если вы запишите просто число сто тридцать два, у вас не получится трехзначное, но не шестизначное число. Посмотрим дальше. Сто тридцать две тысячи семь. Записываем. Сколько в этом числе тысяч? Сто тридцать две. Допишем еще единицы первого класса. Я ставлю три точки. Семь. Ну-ка подумайте, что нужно написать. Семь. Это какой разряд? Сотни, десятки или единицы? Это разряд единиц. Значит, ставлю на первое место справа. А вот в разряде сотен и десятков дописываю нули. Запишем число. Сто тридцать две тысячи сорок семь. Аналогично. Сто тридцать две тысячи. Класс тысяч. Нужно дописать еще три цифры следующего класса. Итак, у нас число сорок семь. Куда же будем записывать? Подумайте. Сорок семь. Это число, в котором четыре десятка и семь единиц. Ставлю на первое и второе место. На место десятков и единиц. А на месте сотен записываю ноль. Получилось число сто тридцать две тысячи сорок семь. Запишем число. Один миллион сто тридцать две тысячи сорок семь. Какой здесь самый высший класс? Это класс миллионов. Запишу. Один. После класса миллионов. Есть второй класс. Класс тысяч. Три разряда. И класс единиц. Еще три разряда. Записываем. Сто тридцать две тысячи сорок семь. Перед нами шестизначное число. Семизначное число. Один миллион сто тридцать две тысячи сорок семь. Это не так просто, как кажется. Если у вас не получается, ничего, нужно тренироваться. Я предлагаю вам самостоятельно записать несколько чисел. Первое число. Две тысячи двадцать. Семь тысяч восемьсот пять. Запишите число. Двести семьдесят пять тысяч двести семьдесят четыре. Запишите число. Три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи триста два. Давайте проверим, получилось или нет. Первое число. Две тысячи двадцать. В нем две тысячи второго класса и двадцать единиц первого класса. Число семь тысяч восемьсот пять. Получилось? Число двести семьдесят пять тысяч двести семьдесят четыре. В нем двести семьдесят пять единиц второго класса и двести семьдесят единиц первого класса. И, наконец, число. Три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи триста два. Молодцы! А теперь еще более сложное задание. Семь миллиардов восемьсот девять миллионов триста двадцать семь тысяч семьсот двадцать два. Получится ли у вас? Давайте разберем. Единицы самого высокого класса какие? Это семь миллиардов. Посмотрите, пожалуйста, перед вами таблица разрядов и классов. Семь миллиардов! То есть число семь будет записано на десятом месте. Посмотрите, класс миллионов, класс тысяч и еще класс единиц. Записываем в восемьсот девять миллионов триста двадцать тысяч семьсот двадцать два. Посмотрите, я тоже записывала такое число. Получилось у вас? Молодцы! А если не получилось, не огорчайтесь, еще есть время потренироваться. А вот это число показывает население Земли. Предлагаю вам поработать учителем и проверить учеников. Они записали число девять тысяч сорок так. Найдите правильную запись. Я надеюсь, все увидели, что эта запись вот эта. И еще раз почему? Потому что в этом числе девять единиц второго класса и сорок единиц первого класса. Давайте разберем, почему другие числа нам не подходят. Потому что число девятьсот сорок имеет только единицы первого класса. А в числе девятьсот тысяч сорок единиц второго класса целых девятьсот, но не девять. Молодцы! Давайте посмотрим на эту таблицу. Почему же здесь население Ставропольского края? Потому что население Ставропольского края, а вернее числа, помогут нам сравнивать числа многозначные. Посмотрите, таблица показывает, сколько в Ставропольском крае проживало жителей в 2015 и в 2020 году. Как сравнить многозначное число? Да так же, как и обычные числа. Чем дальше в числовом ряду, тем число больше. Но если вам так сразу сложно, то сравнивают числа поразрядно, начиная с высших разрядов. Давайте посмотрим. В числе два миллиона семьсот девяносто девять тысяч четыреста семьдесят три. И в числе два миллиона восемьсот три тысячи пятьсот семьдесят три. Одинаковое количество миллионов. Значит, посмотрим на следующий класс, на класс тысяч. В первом числе семьсот девяносто девять тысяч, а во втором числе восемьсот три тысячи. Значит, мы можем легко сравнить эти трехзначные числа. Семьсот девяносто девять тысяч меньше, чем восемьсот три тысячи. Значит, в Ставропольском крае в две тысячи двадцатом году число жителей увеличилось. Число две тысячи два миллиона восемьсот три тысячи пятьсот семьдесят три больше. Я предлагаю вам сравнить еще два многозначных числа. Первое, пожалуйста, девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят пять. И девяносто четыре тысячи восемьсот девяносто пять. Получилось? Я думаю, что да, молодцы. Это число меньше. Сравните число двести тысяч тридцать и двести тысяч три. Число двести тысяч тридцать больше, чем число двести тысяч три. Молодцы. И заканчивая наш урок, я предлагаю вам рассмотреть диаграмму, на которой написаны самые распространенные языки мира. Я думаю, что всем видно, что это китайский язык. Наш сегодняш... Я увидела. Наш сегодняшний урок подошел к концу. Спасибо за внимание. Ну, мне... Ну, мне... Продолжение следует...